Доброе утро! Доброе утро! Вот чудеса! Июля, дождь! Нас снова видят! Нас снова ненавидят! Ну а за что тебя любить? Ты подумай сам! Я бы тебя и сам ненавидел, да не получается! Я тебе уже сказал, что отсутствие любви само по себе не причина для ненависти! Можно нейтрально относиться к человеку! Ни да, ни нет! Для этого времени суток это очень сложная фраза! Раннее утречка! Раннее утречка! Тарбат! Чайок! Кофеок! Кефиц! Орлов! Яд! Поля опустили! Примерно 6.30 утра! Не опустили? Ах, не опустили! Поля наполнились крестьянами! Да! Их пора убирать! Поля! Поля! Так, мы о чем говорим сегодня? Да, это очень интересно! И возвращаясь к теме нашей... Слушай, я когда-нибудь его полью чаем! Он все время пытается вернуть какой-то дурацкий день! Чай дорого стоит! Держи себя в руках! Когда мы сидим без Орлова с Хефицем! Просто так! У нас все нормально! Мы говорим о всякой чуши! Ты только что сказал, что у нас полчаса всего! О чем мы говорим сегодня? А мы всех прогоним! Собственно говоря, сегодня господин Орлов решил побить господина Хефица! Я, наверное, буду сегодня рефери вообще! Потому что я не знаю, к кому из них примкнуть! Я буду примыкать к сильнейшему! Потому что бить слабого – это святое! Да! Поэтому, если господин Орлов собирается бить господина Хефица, то пусть он и высказывает! Саша! Только не по лицу! Собственно говоря, тема сегодняшней дискуссии! Я надеюсь, все-таки дискуссии! Ну, поначалу, во всяком случае! По нашу общину будет потом! Во втором акте! Поэтому не уходите! Просьба досидеть до конца! Итак, тема! Почему все-таки люди верят в Бога? Ну, не люди, а я... В качестве людей, если мне наконец сегодня дадут сказать, договорить хотя бы раз до конца... Дадут, дадут, да! Так вот, в качестве людей, которые верят в Бога, сегодня вступает достопочтимый доктор Юрий Борисович Хефиц, который расскажет, почему именно он увлечен этим занятием, вероятно, на примере своей личной истории. Легко! И что до его возрасте такое, наверное? И давайте уже предоставим ему это вожделенное слово. Пожалуйста! Мне трудно выбрать точку, отталкиваясь от которой я пойду этим путем. Ну, наверное, все-таки надо сказать правду. Я начал верить в Бога, не имея к тому никаких оснований. Потому что начал я в него верить с детства глубокого. Когда мало книг прочел и мало что понимал и знал, я и сейчас-то мало что понимаю и знаю, а тогда уж и совсем. вера в Бога скорее была просто чувством, с которым, очевидно, я родился на свет и которое посетило меня, когда мне, ну, может быть, стало лет семь. В чем это чувство выражалось? Это чувство выражалось в совершенно необоримом ощущении того, что есть некая сила, которая управляет моей жизнью. Я родился в семье, где родители всячески декларировали, что они коммунисты и советские люди. Что они, конечно, евреи по крови, но вообще-то они советские люди. И папа мне прямо говорил, что чем скорее я забуду, что я еврей, тем будет лучше. Сынок, ты советский человек, говорил мне отец. И в советском, в советском государстве, в нашем замечательном, нет ни русских, ни евреев, ни татар. То есть они, конечно, есть, говорил он мне, в том смысле, что они отдают себе отчет, какая кровь течет в их жилах. Прости, напомни, пожалуйста, о времени событий. Время событий. Ну, если я родился в 53-м, то лет семь мне исполнилось в 60-м году. Когда, ну, фактически, только что умер Сталин, подумаешь, 7 лет прошло, да, со дня смерти. Когда у власти сам Расцвет Никита Сергеевич Хрущев, так называемая оттепель. Когда можно было вообще хоть как-то говорить на эти темы. Дома или не дома, а где-то вообще. И вот, как бы, папа, отвечая на мои вот такие вопросы наивные какие-то, да. А я всегда был ближе к отцу, чем к матери. Мне всегда было с ним интереснее разговаривать, чем с ней. Он стал мне говорить, что вот, сынок, есть разные национальности в том смысле, что все люди имеют какие-то корни, говорил мне отец. Но, в принципе, светлое будущее человечества, а во голове пути к светлому будущему человечеству идет Советский Союз. Это светлое будущее человечество заключается в том, что люди забудут, какой они национальности. Все будут просто граждане одного огромного государства, и государство это будет Советский Союз. Просто в него с течением времени будут вступать все разные и разные страны и народы. Последними туда упадет, значит, капиталистический мир, потому что буржуи будут сопротивляться до последнего. Но, в конце концов, как говорил Ленин, они сами продадут нам лопату, которую мы выруем, и могилу, и таким образом... А твой отец был глубоко верующий человек? Безусловно. И изо всех сил пытался это скрыть от себя и от меня. Но ты немножко забегаешь вперед. Так ты только что рассказал буквально. Вот ты пересказал его вид религии. Нет, ну, минуточку. Мой дед, отец моего отца, был глубоко религиозным человеком. Он был раввин харьковский. И отец вырос, естественно, со всеми этими пейсами и шмейсами. То есть это была профессия. Папа пел синагогальном хоре, будучи мальчиком. У него был прекрасный голос. И, так сказать, все на свете. И он изо всех сил от этого убегал и пытался лишить меня этих мучений. И с самого детства мне сказать, что я, конечно, еврей, но не это главное. А главное то, что я советский человек, и Бога никакого нет. А есть диалектический материализм, во главе которого стоит Маркс и его верный внук Никита Сергеевич Хрущев. Я так и знал. Ну, как же. Советский троится. Поэтому... Но папа мне не мог объяснить. Вот, когда я его спрашивал, вот, скажи мне, почему у меня такое ощущение, что кто-то меня ведет? Он сказал, сынок, ну нас всех ведут. И сила это называется, повторяю, говорил мне отец, диалектический материализм, который лежит во главе и делал... Можно его допонировать, походу. Да, ради Бога. Что значит ведет? Как ты это чувствовал? Вот. Я чувствовал, что все, что происходит со мной, глубоко не случайно. Я не мог найти этому никаких... Вообще, меня это стало пугать лет в семь. Потому что мне стало казаться... Что с тобой происходило такого, что наводил на эти мысли? Что такого необычного? Или обычной вещи? Я могу тебе сказать точно совершенно. Началось все с дежавю. У меня начались лет в семь очень частые приступы дежавю. Я шел... Вот, значит, мы с отцом, папа вообще любил меня водить гулять по городу Свердловску. И вот мы идем с ним по улице, которая мне не знакома, а ему знакома. Но я совершенно точно знаю, что вот сейчас мы повернем за угол, и там будет пивная. Хотя я этого знать, ну, никак не могу. То есть именно пивная? То есть на молочном магазине устраивает? Ну, например, я говорю. Да. Не снижай голову. Нет, ради Бога. Мы поворачиваем зал. И я просто, насколько я был маленький и не умел скрывать своих чувств, я начинал плакать. Мне было страшно. Очень интересно. Потому что вот эти приступы повторялись с необычайной чистотой. Они были очень остры. Они потом мне снились. Когда меня повезли в Сочи, мне было 8 лет, я испытал множество приступов дежавю прямо в городе Сочи. То есть я вот знал, что вот сейчас на пляж из-за кабинки выйдет девушка в белом платье. И она выходила. И вот это ощущение каждый раз было настолько пронзительным, что я плакал и пугался. И обеспокоенные родители повели меня к невропатологу. Я помню. Они не повели меня к психиатру. Но, видимо, тогда как-то это было не принято сразу к психиатру. Я ввели сначала к детскому невропатологу. Невропатолог попался, на мое счастье, старичок. Чрезвычайно опытный, очень умный. Как я видел, по-моему, еврей. Тоже это тщательно скрывающий. С такими несколько запавшими черными глазами. С бородой такой, так сказать. И я помню, что у него был перстень на правой руке. Золотой. Ты знаешь, он был темный. Я помню, что он был темный. Короче говоря, этот невропатолог с перстнем обстукал меня по коленкам, по локтям. Клал, что-то меня ставил в позу Ромберга. Это я сейчас скажу, чтобы была поза Ромберга. Он сказал, мальчик совершенно здоров. Ты ведь впечатлительный? Спросил он меня. А то, сказал я. Я сказал, а что это? Я сказал, а что это? Он сказал, ну тебя часто обижают во дворе? Я сказал, каждый день. А что тебе говорят во дворе? Я сказал, говорят, что я жид. А тебя бьют? Я говорю, бьют. Все нормально, здорово. А ты папе жалуешься? Отец тут сидит рядом. А ты папе жалуешься? Я говорю, нет. А почему ты папе не жалуешься? Я сказал, потому что Димка Кондаков сказал, что если я пожалуюсь, он моего отца зарежет. Понимаешь, да? Вот. Тебе снятся страшные сны? Я сказал, снятся. А расскажи. Я стал рассказывать, какие мне снятся сны. И в основном сказал, что вот мне снятся события, которых не было в моей жизни. Ну, я, так сказать, конечно, не таким языком это говорил. Я уже сейчас не помню, как я это говорил. Он меня прекрасно понимал. Вот. И, короче, он просто как бы сказал, значит, отцу он сказал, ну что вы хотите? Мальчик будет художником. Да он не умеет рисовать, сказал отец. Невропатолог сказал, я в широком смысле. Сказал Невропатолог. Может быть, будет поэтом. Может быть, будет музыкантом. Но будет художником. Мальчик впечатлительный. У него развито воображение. Ты часто врешь? Часто-часто, хмуро сказал отец. Ну вот, видите, ты не волнуйся, сказал. Это не ложь. Это сказки, правда? Ты придумываешь сказки. Я радостно ухватил за этот возможный скал. Короче говоря, это я теперь понимаю, что это было очевидно первым приступом веры. Тогда я этого не понимал. Тогда это было нечто, чего я не мог объяснить и что преследовало меня с необычайной силой. Я понял, кто был этот Невропатолог. Это был апостол. Вот видишь, он не придет работать. Значит, потом наступил вот этот вот замечательный переходный возраст. Между семью годами и переходным возрастом случилось множество событий. Меня выгнали из музыкальной школы за бездарность. Я попал в обычную школу, где в отличие от музыкальной меня стали бить, но не так, как меня били во дворе, а просто каждый день вставая в круг, писая в портфель, вытряхивая содержимое его в грязь, втаптывая учебники и тетради в эту грязь, крича жидовская морда, измываясь, разрывая форму, мочась на меня, как я уже сказал, по кругу, пиная меня, били буквально каждый день. Я помню до сих пор, как их звали. Юра Копылов, Саша Фадеев, Виктор Мялов, Сергей Коптев, кто-то еще. Ну вот эти четверо измывались особенно. Вот как я запомнил их имена. Хотя это что, 66-й год. Наверное, потом они стали партийными работниками? Это я не знаю, я потерял их из виду. Значит, если бы не несколько ребят, тоже очень простых русских ребят, которые защищали меня, всякий раз, когда могли, я, наверное, просто, ну, наверное, я бы заболел какой-то психической болезнью, потому что это было каждый день уже. Жаловаться я по-прежнему не мог, потому что папа был членом лидического комитета школы, и, опять же, была та же самая угроза, будешь дома ныть, порвем там, зарежем и так далее. Кстати, это были не шутки, потому что на нашего директора школы, Сергея Васильевича Иванова, они скинули парту с третьего этажа, когда он проходил под... Значит, они просто промахнулись. А, повезло ему. Да. Значит, так вот, у меня были музыкальные школы, я попал в эту бандитскую школу номер один на Визбульваре города Свердловска. Я начал писать стихи. Я начал вести в школе ансамбль, я влюбился в Наташу Фокину. Короче говоря, произошло множество потрясающих событий, и я очень много читал. Это уже какой возраст? Ну, это 66-й год, это 14 где-то лет, вот. В это же время в парке, а я жил около парка, в это же время в парке, где гуляли собачники, люди с собаками, я прибился к их компании, вот в этом же парке меня встретили эти люди с собаками, и оказалось, что с собаками они гуляют просто для отвода глаз. На самом деле они диссиденты, возглавляемые знаменитым ныне покойным Воловиком. Интересно, какую они придумали себе легенду. Да, 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 да. И очень многие из них потом сели в лагеря и были выгнаны в Израиль по делу 600. Помнишь ХИНФА КУПИ, Уральского педагогического института? Они написали на памятнику Ленину свободу политзаключенным, КГБ их раскрыл, и 600 человек были посажены в мордовские лагеря или высланы из страны. И вот мне 14 лет, и эти ребята рассказали мне, кто такой дядя Сталин, кто такой дядя Ленин, кто такой дядя Хрущев, да. И у меня возник ужасный вот этот страшный надсад разрыва между тем, какой жизнью живут мои родители, я сразу понял, что живут они жизнью полной лжи, да. И тем, что есть как бы на самом деле. Сирена, они тебе рассказали только про апостолов, то есть Ленина, Сталина. Нет, нет, нет. А про Никону Маркса они тебе не рассказали? Все рассказали мне, про Маркса рассказали. То есть буквально всю религию. А ты помнишь, что ты им сразу поверен? Мгновенно. Потому что они были такие, какие они были. Ты знаешь, это были люди, которые вели себя так просто и естественно, что ни малейшего подозрения не могло возникнуть в том, что они мне лгут. Понимаешь? То есть они вели себя ну крайне, ну вот, ну очень просто. И возник вот этот страшный для подростка разрыв между тем, что ты видишь дома. Я и так-то от родителей был далек, потому что я поздний ребенок. Ну, представляешь, значит, мне 16, а отцу там, значит, за 60. Меня родили в 46 лет. Близости никакой. Брат уехал в Москву, да и с ним у меня разница в 16 лет. То есть я был практически совершенно одинок. И вот начитанный, впечатлительный, начинающий писать стихи. Вот такой вот затюканный, да, значит, забитый парень вдруг попадает в общество. И чем они меня совершенно купили, я им сказал, что я пишу стихи. Вот. И я даже помню стихотворение, которое я прочел в Воловику, заикаясь и краснеет стыда. И он сказал, прекрасно. И они стали слушать мои стихи, потому что больше их никто не слушал. И они стали их слушать, и потом песни, да, потому что я начал писать не только стихи, они начали все это слушать. И я, так сказать, воспылал к ним еще более глубокой верой. В обмен на что они мне стали давать уже и говорить, но вот перед прочтением, говорил мне Воловик, перед прочтением сжечь читающего, говорил он мне, отпечатанные на вот этой, значит, на слепой копирке, Саш, значит, Солженицын, да, значит, стихи вот этих вот товарищей, значит, Шаламова, да. Ну, то есть вся вот эта, вся вот, да, вот весь самостоятельный. Назовем это разнообразный, самый слабый. Да, я стал читать, и у меня просто... Да, и у меня просто волосы... Это напомню, что мы движемся по направлению к Господу. Да, естественно. Я, так сказать, я был не пьяный, я все помню. И у меня волосы под мышками встали дыбом, когда я все это... Короче говоря, вкупе со всем этим я посетил церковь, которая была около медицинского института. Отличный вопрос. С какого перепугу? С какого перепугу? Прекрасный вопрос. Я посещал вообще многие места. А, просто интересно было, шел мимо и зашел. Да. Я ходил в музеи, я ходил на литературный кружок, я ходил на кружок юных журналистов. То есть никто не посоветовал сам? Нет. Просто шел мимо, захотелось и зашел. Ну, не столько шел мимо, сколько я, честно говоря, пошел пить пиво на кладбище к памятнику Бажову, где пили пиво избранные. Ты, наверное, помнишь это все. И думаю, а чего не зайти? Я зашел в церковь, и первый, кого я увидел, был ужасно похожий вот на этого невропатолога, который меня тогда стукал молоточком по голове, ужасно похожий священник. Я просто помню, что я кинулся к нему. Я просто кинулся к нему, подошел, вот я помню, сказал, а вы поп? Он улыбнулся, сказал, ну хорошо, я поп, что ты хочешь? Я сказал, вы знаете, я ничего не понимаю, можно мне с вами поговорить? Он сказал, через 15 минут. Хорошо, сказал я простодушно, я сейчас пойду выпью пиво к памятнику Бажова. Он сказал, да, да. И знаешь, он сказал, иди, иди, только много, ты не пей, потому что 15 минут. Он сказал, не, я быстро. Я пошел, выпил пиво, вернулся через 15 минут. И ребята говорят, куда-то есть еще пиво. Я говорю, ну я, это самое, потом. Теперь духовно. И вот состоялся мой первый разговор вот с этим вот, да, который просто, ну вот все мои до этого разрозненные мысли, разбродные отрывочные мысли, он привел в порядок одной фразы. Он сказал, что всему, что есть на свете, сказал он мне, внимание, должен быть первотолчок. Все можно представить себе, сказал он мне. Можно представить создание динозавров из ничего, там, из клетки. Можно представить себе создание вселенной из там какой-нибудь маленькой точки. Пыли и газа. Да, но нельзя представить себе этого без первотолчка, содержащего в себе программу развития всего этого. Вот эта красивая фраза меня совершенно убила. Продолжаем. Программа. Обожаю. Программа. Ключевое слово. Если программа, то все понятно. Аппликейшн, а? Ну у нас был первый аппликейшн. Это был первый аппликейшн создатель. Да. И вот с тех пор я стал свою веру в Бога сепарировать. То есть я понял, что сама по себе вера в Бога моя. Я не претендую на то, чтобы сейчас говорить «да». Моя вера в Бога представляет собой комплексное явление, в котором при тщательном самоисследовании можно выделить несколько сторон. Сторона чувственная, необъяснимая. Хочу, чтобы Бог был. Люблю Его. Хочу, чтобы было существо, не в смысле в плоти, костях и крови. Хочу, чтобы была программа. Не знаю что. Идея. Хочу, чтобы было нечто, во что я мог бы полностью перелить свою любовь и обожание. Хочу. Не то, чтобы, которая всегда приголубит. Ну, как бы, да? Прикроет. Самая последняя пристань, самая последняя опора. Знаешь, ты очень хорошо сейчас говоришь, когда меня били каждый день в школе номер один и не было никакой помощи ни от кого, я где-то через полгода вынес из этой ситуации и утвердил себе идею, что никто никому ни в чем помочь не может. Что ж ты не говоришь-то об этом? Ну, я не могу все сразу, Саша. Я вдруг сказал себе, и до сих пор я несу эту идею над головой, что помочь сам себе может только человек. То есть, делал это помощь и утопающий? Искать со стороны помощи совершенно дохлое, бессмысленное и подлое дело. И я тогда уже сказал себе, что помощь может быть, она может состоять в трех выходах. Первый выход – это борьба. Вот тебе не нравится что-то, и ты дерешься. Второй выход – это переход в стан тех, кого ты ненавидишь. И третий выход – это отвернуться. Который сейчас я сам для себя третий выход называю – внутренняя эмиграция, уход в себя. И вот я тогда уже выбрал его, потому что стать как Копылов я не мог, я его ненавидел, это был ублюдок и подонок. Я думаю, что любой эсэсовец мог бы ему позавидовать. Да? Драться с ними, ребят, ну я не мог драться. Во-первых, я не умею. Во-вторых, человека я ударил по лицу один раз в жизни, в четвертом классе. Это был Саша Левензон, по иронии судьбы. Ну, его надо было. Его надо было. Тут есть воли флот. Я просто не хочу, просто называется, драться. Вот и все. Все остальное. Ему это не свойственно. Андрей, я не могу. Это называется, не хочу. Окей. Не хочу, не могу, не будем, так сказать. Не буду. Значит, а какой остается выход? Только уход в себя. В свой мир. А это было у большинства людей этого периода. Это я не знаю. Максимальная структурализация, углубление этого мира, чтобы было куда уйти. Да. Создание внутренней обстановки, да, там интерьер. Чтобы не было там неуютно и пусто. Ну, собственно, так вопрос не стоял, потому что стихи, музыка и мое воображение, все это работало на интерьер и на обустройство. Итак, чувственная сторона. Хочу, чтобы кто-то был, в кого можно перелить всю любовь. Сразу, предвидя вопрос, я хочу сказать. Родители, девушка, жена, любовница, дети твои, твои родственники, твои друзья – это все ипостаси, которые несут отблеск этой любви, но не вмещают ее всю. То есть… Потому что ее в тебе так много. Окей, пусть так. По этой причине? Может быть. Может быть, потому что ее во мне так много, а может быть, потому что их так много. Понимаешь, вот если бы они были все одно, вот я туда бы все это и излил. А поскольку приходится делить… Еще по-разному любить. Да, еще по-разному любить, ты совершенно прав. Ребенок не любовница. Ну хорошо, да. Значит, понимаешь, хочу, чтобы была одна точка, в которую войти всем сердцем, влиться, перелить всего себя. Второе. Гностическая сторона дела, она заключается в том, что я действительно вот из того количества книг, которые я прочел к сегодняшнему дню – я понимаю, что наука никогда не объяснит, как устроен мир. Никогда наука не дойдет до первопричины. Никогда наука не вскроет фундамент, на котором стоит фундамент, на котором стоит фундамент того, на чем стоит фундамент всего. Никогда наука на это не способна. И, вообще, я не знаю, есть ли у человека такой инструмент, который позволяет ему найти первопричину, первокирпичик. Вот сейчас найдут этот бозон Хиггса в этом андромном коллайде, выяснится, что этот бозон, если его найдут, сам по себе представляет такой вагон бозона, что там вообще разбираться надо еще тысячу лет. Я понял, что наука бессильна. Но ведь есть же что-то, говорим я себе всегда, что является первопричиной мира. Вот есть же нечто, что лежит в базе базиса. Ведь есть же нечто, с чего все пошло. Ведь есть некий структурный компонент, с которого все началось и который является причиной самого себя. Он есть, его не может не быть. Если наука его не может открыть по предназначению своему, тогда кто его откроет? Искусство, оно вообще не для этого создано. Другое дело, я понимал, что и вера его не откроет, потому что человек Бога понять не может. Но в Боге, в отличие от науки, человек может найти утешение. То есть ты можешь думать, что это его работа и успокоиться на эту тему. Да, и перестать мучиться. Понятно. И перестать терзать себя и других. Да, и третий момент. И, наконец, третий момент, чисто технический. Я понял, что наука не может нам дать ответ на этот вопрос не в силу философских даже своих аспектов, а в силу технических аспектов. Потому что все приборы, которые мы создаем для познания мира, основаны на наших органах чувств, а, стало быть, содержат изначальную ошибку. Потому что прав был Нильс Бор, его Копенгагенская теория, который сказал, что любой экспериментатор получает то, что он хочет получить, и никогда два экспериментатора, даже работая на одной аппаратуре в одних и тех же условиях и вместе, не получат одинаковый результат. Наконец, есть еще один аспект, который меня подводит к Богу. Этот аспект заключается в том, что наука не может помочь нам понять первопричину бытия не в силу своей философской ущербности и не в силу того, что ее инструментарий слишком слаб, а в силу того, что сама первопричина бытия совершенно сознательно прячется. И, так сказать, поведение... Это очень характерный момент. Это проявление самой веры. Это квитэссенция, что она прячется. Она прячется, и, скажем, иллюстрация этого... То есть, некто ее запрятал по каким-то там причинам. Не надо считать этого ошибки. Не некто. Может быть, нечто. Это разные вещи. Окей, окей, нечто. Как только мы говорим «некто», Саш, мы попадаем. Нечто. Дело в том, что поведение электрона само, поведение элементарных частиц само, вот эти вот кухонные книги по квантовой физике, они сами описывают совершенно потрясающие вещи. Значит, суперпозиция, парадокс Белла. И все вот эти известные эффекты говорят о том, что сами по себе основы бытия не подлежат изучению потому, что они активно, сознательно прячутся от того, кто их ищет. И, наконец, есть еще один аспект, без которого я не могу этот, так сказать, рассказ, ну, что-ли завершить или окончательно оформить. Это потрясающая необъяснимость того, что со мной происходит. То есть вся моя жизнь проникнута поразительным количеством вещей, объяснить которые с точки зрения рациональных подходов невозможно. Я не буду их все перечислять, это, наверное, телепрограмма на три часа. Я расскажу просто историю моего знакомства с моей женой. Ну, как бы ни для кого не секрет, что я долго искал свою любовь. Наконец ее нашел. Значит, первый раз в жизни мою жену я увидел в 73-м году. Мы большой компанией студенческой поехали в Феодосию. И сняли там на всех коттедж, прямо в Феодосии. И хозяином коттеджа оказался водитель Белаза, такого грузовика. Он приехал на третий день нашего поселения. Жена нас познакомила, сказала, вот смотри, замечательно. Его жена. Да, у нас было человек 20. Шумная компания, все. Мы ему все ужасно понравились. Настолько, что он тут же буквально вытащил из подвала огромную бутыль вина. Разлил нам всем вино. Я попробовал это вино, помню, сказал, ой, какое вино. Он сказал, разве это вино, это моча. Вот в морском вино, так вино, сказал он. Я говорю, что такое морской. Он говорит, это поселок. Кстати, говорит, завтра у меня выходной. Кто поедет со мной в морское? Ответ был очевиден. Да, и я, и еще трое, плюс он. Мы набились его старенький москвит 407. Остальные не поехали, потому что пошли на Золотой пляж. Была прекрасная дорога. Хотя был Белаз под окнами. Ну да. Нет, там кузов был, он там бетон возил. Кошмар. Короче, надо было кузов открыть. Это ужасно. Я сначала, когда мы поехали из Феодосии в морское, я пожалел, что я родился на свет. Это был серпентин, какие-то дороги, холмы, перепады. Я несколько раз и думал, что меня вырвет так, как не рвало все человечество на свою историю. Такая-то мы приехали в морское, немножко отошел, и он говорит, пошли. И повел меня, значит, повел на базарную площадь. На базарной площади стоит желтая бочка, к ней огромная очередь. И в очереди стоит человек в голубой майке. И держит за руку девочку в косичках, беленькие бантики, светлые волосики. И девочка вот так вот почему-то на меня смотрит. До сих пор? До сих пор. Ужас. Я подумал еще, думаю, какая серьезная. Но она немедленно у меня из головы вылетела, потому что мы встали в очередь, взяли несколько миллионов литров этого вина, и тут же на обрыве над морем это выпили. Почему на обрыве? А там обрыв такой. А тебе сколько было? Ну, 73-й год, 20 лет. Ей было 13. Ну да. Почему 13? У нас разница 6 лет. 14. Ну да. Ну, где-то так. Ну да. Ну, где-то так. А писал он ее как вот такую? Да. Да. Нет, ну она, конечно, она маленькая. Ну, что бы звонил со мной. Ну да. Она не по росту маленькая, а если маленькая, маленькая. Такие у нее... Короче говоря, значит, нажрались мы этого винища, и уехали мы домой. Я осуждал, наверное. Я не знаю про это. Уже. Уже. Теперь мы переносимся в лето 83. И ты просто запомнил эту девочку. Да кто смотрел? Я запомнил эту девочку только благодаря, он прав. Так ты... Знаешь, такое ощущение было, извини меня за эту вольность, что сам Бог на меня говорит, что ж ты так жрешь-то? Или там вот... Короче говоря, вот, взгляд. Ну я... Что значит я запомнил? Я, конечно, забыл. Это я потом вспомнил. Сейчас расскажу. Короче говоря, проходит год. Там, значит, годы проходят. 83-й год лето. Мне уже 30 лет. У меня состоялся только что тяжелейший разрыв с первой женой. И мой родной брат говорит мне так, кончай это все. Да, я пью страшно, как... Ну... Фанелья. Ну хуже. Я пью просто страшно, у меня неприятности на работе. Ну и... Всякие там мелькают, грубо сказать, посторонние осы женского пола, которых я не... Короче говоря, пьянство. И брат мне говорит так, все, приезжай в Москву, мы поедем на машине в Прибалтику. Я с удовольствием, с радостью. У меня отпуск, все. А, раз, летаем в Москву, и мы на его «Жигулях» едем через Смоленск, значит, туда, едем в Палангу. Едем в Палангу, и какое-то время мы там опять же выпиваем, купаемся, ну все культурно, все хорошо, я отдыхаю. И проходит неделя-две, и он мне говорит, поедем в Клайпеду. Посмотрим городок Клайпеду. Мы поедем в Клайпеду. Мы садимся все в его машину, едем в Клайпеду. Я извиняюсь, Сашу спрашиваю, а она Клайпеда, а не Клайпеда? Я слышал Клайпеда. Сколько она была Клайпеда? Хорошо. Клайпеда, я не держусь. Клайпеда. В данном случае, праздник смутил. Норма, такие расточные говорения. Клайпеда, я не держусь. Клайпеда. Едем в Клайпеду, и брат, жена и племянник, они что-то там затусовались, что-то там они смотрят, какие-то здания, какая-то там башня, какая-то вышня. А мне это все глубоко противно и неприятно. Я вообще не люблю все эти осмотры достопримечательностей. Я это все терпеть не могу. И вдруг я вижу магазин галантерея. И вспоминаю, что у меня порвалась сумка. Моя дорожная сумка порвалась, мне надо купить сумку. Я говорю, ребят, вы там эти башни вышние, да, и шашние, а я вот можно в магазин. Встречаемся здесь, там, не помню, через полчаса, допустим. Короче, они ушли. Я в этот магазин. Я захожу в магазин. Там были сумки сначала мужские, а потом надо было вот так стеллаж этот пройти. Я шел, выбирая сумку. Забегаю вперед, скажу, что выбрал. Значит, шел уже с этой сумкой, которую выбрал, чтобы никто ее больше не взял. Я ее, значит, держу. Делаю поворот вот так за стеллажи, чтобы посмотреть, а там еще какие сумки. И вижу, что начинаются женские сумки. И хочу уйти, и вдруг я врастаю в пол. На другой стороне, вот на дальней стороне, да, в конце этого стеллажа стоит ослепительной красоты девушка с короткой стрижкой шатынистых волос, с лицом таким печальным, таким предсамоубийственным лицом, что у меня сразу борьба. Мне надо немедленно подойти и сказать, девушка, а девушка, что с вами, а? Девушка, а девушка. А с другой стороны, я не могу к ней подойти, потому что она ослепительна. Ну, она ослепительна. А я в то время плохо выглядел, и пахло от меня вообще. Бомж. Ну, не бомж, но плохо я выглядел. Короче, на роль спасителей или там Ромао я никак не тянул. Ты знаешь, а вообще по истории эти спасители все себе были почти бомжами. Это умом, это умом. А вот сейчас, в данную секунду, это трудно, да? Я стою с этой сумкой и смотрю на нее, а она как бы смотрит на сумки, я понимаю, что ей сумки до глубокой вообще фени. Она просто стоит и думает, вот сейчас повесяться или завтра. И вот она смотрит на эти сумки, я смотрю на нее, это платье в горох, красное платье в белый горох, по-моему, да, именно так. Вот эта причесочка, значит, и она уходит. Я остаюсь на этом месте. Я остаюсь... Ну, сколько можно стоять, в конце концов? Я пошел там в кассу, заплатил за эту сумку, выхожу, так невольно смотрю, где она ее, конечно, нигде нет. Зато я вижу, как мечутся по этой площади брат с женой. Вот. Где жама? Там, значит, Ленька кричит, Левианик, Юра, Юра. Я укажу, говорю, что вы орете всем? Говорит, где ты? Мы тебя потеряли. Сколько можно? Тут такая девушка вышла. Я подхожу к брату и говорю, Олег, ты не видел вот тут девушку, вот тут девушку не видел, вот девушку... Он набрасывается на меня и говорит, мало тебе только что разрушенной жизни, ты опять девушку, бабник, пьяница. Короче, как-то считал меня очень сурово. И все. На место поставил? 73-й год. 73-й, это было 83-й. И вот дальше происходит эта чудовищная по своей необъяснимости встреча в 91-м году, 11-го декабря, совершенно случайная на квартире моего друга. То есть не повесилась, получается? Понимаете? Значит, обманчиво было впечатление. И вот с тех пор уже мы не расставались, да? Мой друг меня позвал, но я рассказывал эту историю, я не буду ее повторять. А ты повтори, то есть мы ее слышали, а у меня нет. А, ну да. Ну, там такая история была, что Анатолий Неман, прекрасный автор-исполнитель, тогда он был не Неман, а Кукуев. Он в 91-м году, когда вот закончилась вся эта история с шоу-бизнесом, и я оказался неудел, без денег, без работы, без всего, и опять на водке, он мне говорит, что ж ты погибаешь-то так? У тебя такие песни хорошие. Ну, давай для тебя что-нибудь. Я говорю, что ты можешь для меня сделать? Ничего не можешь сделать. Он говорит, ну, знаешь, у меня вот одноклассница есть, она работает в Останкино, консультантом по русскому языку в отделе дикторов. Поэзии. Хочешь, я вот как-то вас соединю, чтобы ты сыграл, она послушала твои песни? Если это ей понравится, она может программу у тебя сделать. Я говорю, ну, давай зови, и я забыл об этом. Проходницка Дневный звонит, говорит, ну, что, мы, так сказать, встречаемся? Я говорю, с кем? Он говорит, ну, как с кем? Я тебе говорил про одноклассницу мою. Я говорю, а, ну, да, встречаемся, хорошо. Он говорит, Юр, только я прошу, один нюанс, пожалуйста, никакой водки, она ненавидит пьяных. Вот в тот день, когда мы договоримся, я тебя прошу, никакой водки. Я говорю, ну, хорошо, большое дело. Хорошо, не водки. Проходит еще какое-то время, он звонит, говорит, так, на понедельник, в 7 часов вечера у меня. Ты помнишь главные условия? Я говорю, какое? Он говорит, не пить. Я говорю, хорошо, я помню. В пятницу, как сейчас помню, у меня квартирный концерт, я нажираюсь, как свинья. В субботу у нас, значит, с Сашей, с Могулом, двойной квартирный концерт, и я так напеваю, что Смогул меня увозит куда-то на Литовский бульвар, в квартиру какую-то, где я отмокаю сутки в ванной, и в понедельник только днем я припираюсь в комнату в коммуналке, где мы живем с мамой, и бухаюсь спать. Она меня будет, говорит, тебе звонит Кукуев, я говорю, скажи, что я умер. Она говорит, ну, я не могу так, тебе звонит Кукуев. Я подняю трубку, говорю, алло, он говорит, что алло. Я слышу по голосу, ты опять нажрался, говорю, какое я тебе делаю вообще? Что ты, мама мне, говорит, Юра, я договорился, ты болен, я договорился. Тут я вспоминаю, говорю, ой, а перенести нельзя? Он говорит, ну, как, как это может быть? Как я могу? Ну, ты что вообще, в конце концов? Человек занятой там, все бросает, едет. Почему должен, короче говоря, я там что-то в холодный душ там, то все. Приезжаю к нему, он открывает дверь, смотрит на меня и говорит, о-о-о, вали отсюда, брат. Вали, запах вместе с тобой, и все. Я говорю, так, спокойно, дай мне, пожалуйста, 100 грамм коньяку. Он говорит, еще коньяку тебе. Я говорю, ну, Толя, дай мне 100 грамм коньяку. Он говорит, 100 грамм коньяку, я выпиваю, ухожу в себя. У него пианино прекрасное немецкое, я сажусь, значит, все, готовлюсь. И вот я сижу в этой комнате, слышу там звонок в дверь, он идет, открывает дверь и говорит, привет, и слышу ответ, привет. Я просто подчеркиваю, я не вижу женщину, не вижу ее лица, не знаю ничего, кто это, никогда не видел. Слышу голос, привет, и у меня падает сердце вообще в штаны, и голос мне говорит, это твоя жена. Это пришла твоя жена. Вот как-то сердце, когда падает в штаны, это очень характерно. Слушай, я весь облился ледяным потом, это просто невероятно. И я влюбился в ее голос, мне уже было все равно, как она выглядит. И вот 11 декабря мы встретились, я ей там спел свои песни, но это было уже неважно, потому что уже в октябре 92-го года мы были уже женаты, она там ушла от мужа. К чему я это все? Когда мы с ней, естественно, обменивались нашими жизнями, рассказывая друг другу то, что было, она стала мне рассказывать, как в 73-м году она была в морском, и как ее дядя Костя в голубой майке водил ее к желтой бочке за вином. Там был какой-то мерзкий еженый. Нет, и что? Я говорю, ты была вот такая, такая вот, ты была косички, она говорит, откуда ты знаешь? Откуда ты знаешь? Я говорю, я тебя видел. У меня пялилась. Она говорит, да брось ты, это что за бред? Я говорю, я тебя видел. Я ей говорю, я еще раз тебя видел. Когда? И когда я ей говорю, я видел тебя в Клайпиде. В 83-м году летом ты стояла в отделе и смотрела женские сумки. Тут надо было видеть ее лицо. Потому что действительно, после страшной ссоры с бывшим мужем, и просто думая о том, что так жить нельзя, и надо удавиться, она перед отходом поезда просто сходила по этому, от нечего делать, ходила смотреть эти сумки. Короче говоря, подобными историями, ты думаешь, это что? Нет. Вот у меня 23 номера, да? Минуточку. 31 октября 1953 года, если сложить, 3, 1, 1, 0, будет 23. Если посмотреть сумму цифр в моем паспорте, я могу показать, доказать сейчас, могу просто в камеру показать. Будет 23. Так. Подобными вещами, намеками, событиями, необъяснимыми с рациональной точки зрения, пронизана вся моя жизнь. Дело-то все в чем? Когда я все это рассказываю своему брату, он говорит, при чем тут Бог, говорит мне, брат? Это логика жизни. Я ему говорю, хорошо, назови Бога логикой жизни. Я не привязываюсь к слову Бог, я привязываюсь к тому, что есть некое необъяснимое, необъяснимое, пока, я не знаю, что будет завтра, сегодня с точки зрения рацио, необъяснимая сила, которая нанизывает обстоятельства на спицу смысла таким образом, что получается цельная, логическая, человеческая жизнь, хотя проживая ее, ты каждый раз думаешь, что все нелепо, случайно, и Бог ведь как, и везде хаос, и разброд, но когда ты бросаешь взгляд назад, ты видишь, как вот эта железная, неумолимая, ржавая игла смысла, пронизываешь, ты на нее нанизываешь, как чеки в бане, и в конечном итоге тебе показывают, вот, смотри. Хочу обратить внимание тех, кто нас сейчас смотрит, я надеюсь, слушает, что только что вам было продемонстрировано просто отрывок прозы, да, или стихотворение в прозе, вот только что. А это может быть. вот только что. Такой живой роман. Да. Кто это? Что в этом? Мы парим кофе кручатся. А я рассказываю кручатся. Это да. Да. вот, поэтому, значит, значит, Сашенька, опережая антитезы, которые ты выдвинешь сейчас, я хочу сказать, что оппонировать здесь нечему. Вот почему. Ты будешь прав во всем. Я не сделал сейчас ничего иного, как просто рассказал логику своей веры. она не подлежит анализу. Понятно. Ты прав. Ты знаешь, мне кажется, что еще к тебе, вот к этой истории, Настя, добавить. Ты мне рассказывал недавно очень интересную историю по поводу поездки к стене плача. Вот мне кажется, очень хорошо логику своей веры. Это потрясающе. Понимаешь, это можно собирать вот такими вещами. Но она всегда очень хорошо укладывается тем, что он в том, что он рассказывает. Вот есть это глупое поверье, Саша. Напиши записочку и сунь в стену плача. И знающие люди говорят, что самое главное при этом условии нельзя просить за себя. Просить за кого угодно, за себя просить нельзя. И у меня была тяжелая ситуация, я опять искал работу, значит, ее не было. И, короче говоря, находясь в Израиле и, значит, решив посетить это место, я взял и написал, что значит нельзя просить. Хочу и попрошу. И я написал, даже помню, что я написал. Господи, сделай так, чтобы мне не было стыдно перед моей женой. Я не просил, дай мне работу. Что такого не просил? Подложил эту записочку. Ты ставишь его в сдрудительное положение. Кого? Бога? Ну, тот кому-то. Тот кого-то от кому написал. Ты знаешь, Августин Блаженный, по-моему, написал, что Бога никогда нельзя ни о чем просить, потому что это бессмысленно. Он сам знает, что кому нужно. Так вот, из-за того, я его не поставил. Мне просто показалось совсем уж подлым, ты знаешь, в шагреневой коже есть этот отрывок. Помнишь, когда антиквар говорит, ваше желание так постыдно банально, что оно исполнится незамедлительно. Я не говорю, господи, дай мне денег там. Или дай мне работу. Ну, я написал, сделай так, потому что действительно мне стыдно перед моей женой, если я не зарабатываю денег. Ну, я написал, сделай так, чтобы мне было стыдно перед моей женой. Записочку сунул, прошло два дня. Мне раздается совершенно немотивированный звонок отсюда, где человек мне говорит, так, слышь, все, ты у меня работаешь 22 апреля, давай, возвращайся скорее, я тебя жду, ты мне страшно нужен. Вот такие-то условия, условия, замечу в скобках, блистательные. Вот такие-то условия, все, и я возражений не приму. И человек бросает трубку. Можно все, что угодно говорить, и опять ты будешь прав, что это совпадение, что это случайность, что это там то, что это сё. Важно ведь не то, что мне скажут, важно то, как я это расцениваю. А я это расцениваю однозначно. Все это нанизывается на спицу смысла, а спица смысла для меня, это вера в Бога. На таких постулатах строятся практически все верования разных людей, разных религий. Практически таких историй я не знаю, очень много слышу. Конечно. Я себя не отношу ни к той стороне агностиков, как господин Орлов, даже не знаю, может быть, он там еще как-то себя назовет. Даже хуже. Да, даже хуже. Даже этих самых, как их зовут, слово-то, матершина этого. Атеисты. О, забыл, матершина слова. Нет, потому что таким, собственно говоря, таким, как сказать, глобально верующим людям, как вот Хейпиц. психически. Да. Но не воцерковлено. Что это такое? Ой, церковь и богатарные вещи. Да, абсолютно. Я хочу сразу этот аспект прояснить. Нет, нет. И сейчас это церковь ритуальная часть. Церковь – это тусовка. Нет, нет, нет. Я просто узнаю. Я, пожалуйста, я отвечаю на этот вопрос. Церковь – это контора. Это человеческое учреждение. Оно к Богу отношения никакого не имеет. Любое. Другое. Любое. Другое дело, что в церкви, как и в любой другой человеческой конторе, встречаются люди, имеющие прямое отношение к Богу. Как вот тот человек, которого ты встретил. Безусловно. Да, как вот тот человек посвящен. Или вот, например, поскольку эти люди там работают, значит… Саша, мой родной, я спроси, что тебя перебиваю. Ты прожил какую-то жизнь ведь тоже и не очень простую всегда, да? И один только Господь знает, что заставляет человека где-то кем-то работать. А я бы даже не так сказал, Йорк. Смотри. Секундочку. Эти учреждения созданы не просто так. В них работают люди. Саша, секундочку. Ни одна учреждения создана. Айдана Вячеславович, ты знаешь, в больницах работают врачи. Все ли врачи одинаковые? Все ли врачи врачи? Понимаешь, некоторые врачи лечат… Всех их объединяет, то, что они врачи. Не важно. Смотри, один человек лечит… Я не говорю, какие они, это не важно. Нет, 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 это важно. Один тебя лечит без разницы, потому что ты болен. Другой лечит, если у тебя деньги. Конечно. Вот и вся разница. Но не оба врачи. Да. Я не об этом говорю. Я говорю о том, что раз существует хотя бы один священник, которого уважает Юра, и которого он думает и считает, что этот человек взаимодействует с Богом, значит, просто все остальные заведения культа ниже критики. Но в принципе, такое заведение, образцовое церковь, как понятие, существует. Как же можно отнести к врачам, к милиционерам, к уму Бога? Нет, нет, Юра понял меня. Я надеюсь. Не знаю. Если бы ты сказал, что такого института, как церковь, вообще нет для тебя, но ты так не говоришь. Он есть. Ты говоришь, для меня он есть только там, где есть удивительные священия. Нет, я этого не сказал. А что тогда? Я сказал, что в любой человеческой конторе и в церкви тоже, и в церкви тоже есть люди, имеющие отношение к Богу. Но они, эти люди, не делают церковь учреждением, имеющим отношение к Богу. Они отвечают только за себя. Но они же там... Даже в расстрельных команд... Ну, Саш, случайность нет на свете. Такие люди есть даже не только в церкви. Ты помнишь, что если у Высоцкого, оно был один, который не стрелял. Помнишь? Священники есть даже в расстрельных командах. Значит, да. Мне совершенно все равно. Понимаешь? Церковь для меня это человеческое учреждение. Человек, который верит в Бога, имеет церковь в сердце своем. Все. Я тебе даже больше скажу. Иногда мне хочется зайти и помолиться. Я могу зайти и помолиться. В любое учреждение, в любой конфессии. Но все-таки не в кафе. Я могу и в кафе. Но если мне хочется... Все-таки ты идешь в церковь, в костел. Если мне хочется идти в церковь, в костел. Я могу энергетическим жить. Не, секундочку. Не лукавься. Не станьте лукавец. Я не лукавлю. Иногда желание помолиться, меня охватывает в кафе. Я это делаю в кафе. Но если оно охватывает тебя на улице, то идешь все-таки не в кафе. Нет, не надо. Если охватывает на улице, я молюсь на улице. Ну хорошо, ладно. Это был маленький вопрос. Нет, для меня это неформальный акт. Ну для тебя да. Где бы меня не охватило... Где меня охватила эта жажда. Более того, каким образом я его осуществляю? Любым. Молитва неформальна, неформализована. Она вообще не представляет собой некий утвержденный набор слов. Она представляет собой искренние чувства. Больше ни-че-го. Молиться можно камню, кусту, словами, слезами, жестами. Ничем. Просто. А ровно вот так, когда-то родились гугенноты? Я этого не знаю. Может и родились. Нет, просто именно тогда, когда была сделана долой формальность, долой, как говорится, молитвы на непонятном нам языке и так далее и тому подобное. То есть, говорится, все должно быть ближе к этому самому, ближе к Богу, проще и естественно. Поэтому я не конфессионален, но я глубоко религиозен. Тебя убедил его, Раскар? Нет, нет. Я просто его выслушал? Это не для этого. Ты задал ему этот вопрос и хотел получить, по-другому, какой-то для себя ответ, может, какое-то решение. Не знаю. Ты зачем вообще этот вопрос задал? Так, Саша, можно я скажу? Да. Саше было интересно, как люди приходят к Богу. Я ему проиллюстрировал один из путей. Отдельно взятый человек. Да, правильно ведь? Окажись на моем месте другой человек, он скажет совершенно другую историю, не схожую никак с тем, что я рассказал уже. Ну, просто Юра, он как бы представляет собой один из вариантов этого пути. Да. Такой вариант художника, эмоционального человека. Да, возможно. И мне очень понятно, лично мне очень понятно, почему ты к этому пришел и прочее, прочее, прочее. Он не мог не прийти по всей той истории, которую он рассказал. Да. Вот это очень важный момент. Действительно, на мой взгляд, насколько я могу как бы оценивать, что само по себе глупо, но тем не менее, жизнь и жизненный путь любого другого человека, не с вами всегда... При этом, являясь доктором, который, по сути, является циником, его должно как бы уже подрывать веру в Бога, у кого есть некоторые знания полученные. Юра, я считаю, что... Нет, я немножко... Отлично, отлично, отлично. Подорвана моя вера не в Бога, глубоко подорвана моя вера в человека. А, в человека. Вот это, к сожалению, здесь я от Гумилева... Знаешь, я туда формулу замечательную, знаешь ее, да? Есть мир и Бог, они живут вовек, жизнь людей мгновенная в Бога, но все в себя вмещает человек, который любит мир и верит в Бога. Вот я формулу Гумилева глубоко изменил. Я не могу сказать, что я люблю мир, если под миром иметь в виду людей. У меня тяжелые отношения с человечеством. Очень. Это очень плохо. Я не мизантроп. Я думаю... Мизантроп ненавидит, так сказать, вообще людей. Не ты, не ты... Я думаю... Не можете сказать, что я вас ненавижу. Я сейчас думаю. Придумал. Я думаю, что существует действительно несколько вариантов этого пути. У людей иного склада, нежели Юра, необходимость в Боге исходит от того, что жизнь должна быть как-то структурирована, она должна быть как-то объяснена. ключевые, базовые вещи должны быть как-то объяснены. Поскольку очень много этих людей не имеет образования, ну, серьезного, глубокого, то они объясняют вот эту сложность мира и непонятность каких-то глобальных ключевых явлений более простым способом. Более простым способом. С помощью вот этой идеи, назовем это так, не будем говорить существо, с помощью вот этой идеи. И она успокаивает их. Она снимает... Поэтому не важный Бог. Чашенька, но разве мало ученых, получивших блистательное образование, глубоко вернуть Бог? Не спеши. Я говорю про конкретную сейчас судьбу. Их несколько. Их не бесчисленные множества. Я думаю, что типологически это число конечных. Неважно. Это тоже понятно. Вот этот путь понятия. Да? Нужно успокаивать. Нужно объяснение человеку, хоть сколько-нибудь думающему, необходимо объяснение каких-то глобальных вещей. Без этого действительно он находится на грани какого-то, может быть, распада личности. Не знаю чего. Значит, тут вариант, о котором ты сказал сейчас. Когда известные ученые, материалисты до мозга костей с блестящим образованием приходят к идее Бога. Это отдельная совершенно история. Они заходят так глубоко в свое материалистичное объяснение мира, что в какой-то момент они перестают его объяснять, потому что на тот момент нет объяснений, ответов. И кто-то из них, кто-то из них, не все, решает, что вот она инстанция, которая, а кто-то из них не решает так. Окей. Я не говорю, это еще один путь. Есть твой путь, эмоциональный путь художника, есть путь людей малообразованных, есть путь, например, таких людей, известных и действительно гениальных ученых. Мне же кажется, я могу говорить только о своих ощущениях, да, вот именно ощущения, что в какой-то момент я понял, что мир вероятности, что нет никакой идеи, нет никакой программы, ничего этого нет, ничто никем не задумано, ни идеи, ни субстанции, ни стариком с бородой, ничего этого нет. Есть вероятность, ее величество вероятности. Известно кривое распределение вероятности Гаусса, да, вот такая, где в своем пике наиболее вероятные события, а дальше исчезающая мала вероятность. То есть это очень показательная, не только математическая, но и философская кривая, которая говорит о том, что возможно все, просто степень вероятности каких-то вещей ну ничтожно мала. Сюда может сейчас зайти инопланетянин. Это может быть? Может быть. Просто вероятность этого ничтожно мала. Окей. А то, что сейчас к нам вернется Андрей, вероятность этого очень высока. Окей. И вот он возвращается. Да. Вот пример, как работает эта кривая Гаусса. Это распределение. Прекрасно. Один вопрос можно? Да, может. Кто устроил так? Секундочку. Значит, вот переходим к тому, кто устроил так. Никто так не устраивал. Как только ты говоришь так, ты тут же используешь оценочные категории. Ты оцениваешь это. Ты говоришь, кто устроил так удивительно? Удивительно слово? Или волшебно? Или потрясающе? Вероятностно. Это уже оценочная категория. Хорошо, я ее снимаю. Кто устроил вероятность мира? Вероятность мира устроила вероятность. Нашего мира и нас, как проявление, могло и не быть. И где-то, то есть везде, нас нет. Окей. Вот и все. Ну, кто так сделал? Просто, просто, среди огромного скопления миров, вселенных, вполне вероятно, что должна была появиться вот такая планета, как наша. И вполне вероятно, что рано или поздно на ней должны были появиться мы. И это произошло. И возможно, не одна. Ты уходишь от ответа. Нет, секундочку. И возможно, не одна. Но пока что мы в ближайшем окружении не нашли ничего подобного. Ты уходишь от ответа. Что? Какой ответ? Я спрошу у тебя, кто или что устроил или устроило вероятностный принцип развития мира? Кто сделал так, что может быть такая планета, а может ее не быть? Кто придумал саму вероятность как механизм развития сущего? Никто его не придумывал. Саш, его никто не придумывал. Что-то получается из ничего? Да. Думаю, что да. Я думаю, что да. Окей. Тогда все. Вот тут вот эта бифуркация... Ну, потому что... Ну, потому что... Ну, потому что ученые... Да нет, Саш. Говорят о том, что вот эта вот флуктуация, которая возникла, с которой все пошло... Ну, она не может флуктурацией и не может родиться из ничего. Юр, значит, вот здесь мы... Расход все. Да. Значит, дальше вопрос веры же начинается. Ты веришь в одно, потому что не я. Безусловно. Доказать друг другу. Безусловно. Да? Да, это понятно. Но важно дойти в этом разговоре вот до этой бифуркации разделения. Да. Самое смешное, что вы оба верующие. Только каждый верит. Совершенно верно. Саша верит в самоорганизованность мира. А я не верю в это. Ну, нет, нет. Потому что есть второй закон термодинамики. Секундочку. Сядя, секундочку. Здесь ключевое слово. Программа мира. Хорошо, сними. Нет, нет, нет. Как это сними? Это тезис базовый. Нет, нет. В моей позиции его нет. Нет никакого... Хорошо. Мы не знаем будущего. Мы не знаем, что будет Захар. Окей. Кто устроил так, что мы не знаем будущего? Сними слово программа. Ты утверждаешь, по сути, что мир самоорганизован. Ты говоришь, ничто так не сделало. Само так все сделалось. Да. Правильно? Да. Я и говорю. Это принцип самоорганизации мира. Я говорю, что это невозможно по второму закону термодинамики. Из научных, кстати говоря, у постулатов исхожу. Так так. Почему? Второй закон термодинамики энтропия. Ты же знаешь, что все виды энергии в конечном итоге превращаются в тепловую, которая не превращается ни во что. Слушай, второй закон термодинамики великая вещь. Ну так ты же знаешь. Только не считая это венцом творения и единственной возможной вероятной мудрости. Не венцом, но сегодня, до сегодня он венец. До сих пор не создана единая физическая картина мира. Окей. И это лучше доказать, что пока. Здесь и сейчас. Минуточку. Вот здесь и сейчас пока есть противопоказания для второго закона? То, что мы... Нет. Нет. Секундочку. Ты... Все упирается в... Если завтра... Послушай, вопрос масштаба. Каким масштабом оперируешь ты? Любым. Нет. Вселенная тоже превратится. Ты говоришь, что... Ты говоришь не случайно, только что сказал. Вот сегодня, вот сейчас. Ну? Вот сегодня и сейчас меня не интересует. Меня интересует иной масштаб. Ну так хорошо. Просто мы не можем пока на этом масштабе ином оценить. А сегодня, сегодня, да, действительно, вроде как закон термодинамики не интересуется. Это то, что в будущем вселенная превратится в ничто. Если завтра откроют третий или пятый закон термодин... Окей. Но я еще раз говорю, спор ни о чем. Я тебе рассказал... Нет. Во-первых, это не спор. Это обмен мнениями, потому что спор абсолютно глупая вещь. Дело вот в чем. Вот эта цепочка событий, которую ты выстраиваешь в отношении знакомства с женой и прочее, на твой взгляд, это не просто цепочка событий, на мой взгляд, это просто цепочка событий. Окей. И это, опять-таки, ключевая точка. То есть ты хочешь сказать, что существует случайность? Да. Ты споришь с учеными, которые говорят, что всякая случайность из проявления непознанной закономерности. Но непознанной. Непознанной. Потому что не хватает нашей жизни. Но случайности не бывает. Но вероятно, такое разришее событие... Что значит, не бывает случайности? Что такое? Не бывает. Всякая случайность из проявления цикла. Наша жизнь так коротка, что этот цикл она не охватывает. И мы называем это случайностью, но иногда, пользуясь твоим же термином, в силу вероятностности развития мира, иногда на протяжении одной человеческой жизни случается такое количество событий, связанных между собой такими внутренними нитями. Да, что это удивляет? Что это удивляет? Что по этой оценочной категории мы оцениваем это и начинаем верить, будучи эмоциональными художниками. Совершенно верно, согласен. То есть, будучи холодными инженерами, с той же самой цепочкой событий относительно своей жизни не начинает верить. Я более того, разрази меня гром, если я готов претендовать на истину не только в последней, но даже хоть в какой-то вообще бы ни былой инстанции. Абсолютно. Если найдется некий психиатр, который скажет, вот все, что сейчас говорил Тарис Хефиц, есть проявление истероидной психопатии, отягощенной параноидальным комплексом и имеющей шизоидную акцентуацию. Я подниму лапой вверх, окей. Со стороны видней. Ну ладно. Это вечный спор получается. Разговор. Он занимал достаточно высокий церковный пост. Даже более того, поэтому, когда моя бабушка умерла, она похоронена во священной земле, на территории церкви. Из-за этого, в принципе, если я померла, то там же быть похоронен. Суть не в этом. Это с одной стороны, да, с другой стороны, являясь по материнской линии, все-таки, опять же, он был моим дедом, точнее, дед моей маме, такой прадедом, получается, он мой был, да, казачьего атамана, больше георговского кавалера, очень верующего человека, который именно получал там за Бога, царя Отечества. То есть, как бы, это очень такие вот такие гены. И в детстве, с одной стороны, приходя к бабушке, я видел постоянно и слышал постоянно многие вот эти вот вещи, я видел иконы и так далее. То есть, я и дома это было у мамы. То есть, я не мог, я в среде этого рос, как говорится, это все впиталось внутри. Мне более того, когда потом уже стал я работать на телевидении и так далее, вот, я очень много поработал в свое время и на информационный отдел Екатеринговской епархии, там чуть-чуть поработал, немного, но было дело, я помогал там в работе. Ну, а что это? Да, да. То есть, все это вместе взято. У меня среди друзей очень много священнослужителей, очень много людей, которых я уважаю. Причем, есть у меня человек, который бесконечно уважаю, человек, который имел серьезную должность, скажем так, при советской власти. При советской власти, я замечу, имел серьезную должность, хорошие деньги, это просто конкретное такое теплое место, человек все бросает, уходит простым, мелким священнослужителем. Таких много времени. Да, сейчас он дорос уже до более высокого, скажем так, но тогда он был просто очень мелким, просто взял и ушел. при советской власти, это не сейчас, это совсем другое отношение к церкви было. И при том, что половину жизни, по-моему, журналистики еще занимаясь некоторыми научными делами, это тоже, конечно, маленько заставляет балдаться все это вместе взято. То есть мне сложно. То есть в чем-то я понимаю, о чем говорит господин Орлов, то есть некоторые сомнения, которые он высказывает, они мне абсолютно близки, будем так говорить. То есть именно изучение некоторых аспектов науки заставляет все-таки так иначе задумываться. На некотором направлении нельзя слепо, как художник господин Хейфицу. Конечно, нельзя. Но с другой стороны все-таки проклятое наследие дает из себя знать. То есть все эти гены, крокодилы, они все дают из себя знать. То есть ты это чувствуешь? Однозначно. Потому что на уровне чего-то внутреннего, необъяснимого, я ближу господину Хейфицу. Когда начинает касаться образование, своих каких-то работ, еще чего-то, я ближе к тому, о чем говоришь ты. Я-то хочу уйти от конкретных чувств. Я пытаюсь быть, как всегда, объективным, насколько я могу. Мы человеки. Ты тоже не объективен в своей объективности. Разумеется. Я просто стараюсь. Я думаю об этом аспекте. Я не хочу быть субъективным никогда. Я хочу стараться быть всегда во всех примерах жизни объективным. Потому что это путь, простите, единственный путь к истине. Пардон за пафос. И я как раз вспоминаю во всех этих случаях, вспоминаю, по-моему, прекрасное прозвение Бармора, где он рассказывает про двух своих демиордов. И как они завелись у этих человечков, которые начали им молиться как богам. Это просто уровень. Мы сейчас говорили о высшем уровне. Мы не говорили о самом аппарате церковном. Мы говорим о самых высших уровнях религиозности. Ты понимаешь, можно воспринять то, что есть некое нечто, то, что господин Хивист называет богом. Что это сложно сказать? Андрей, ты сейчас очень в тяжелую уходишь область. Ты вмешиваешь в наш разговор бесконечные вариации представления людей о боге. Это делать нельзя. Потому что, как правило, представление людей о боге чрезвычайно примитивно, вульгарно, и, не боюсь этого слова, отвратительно. Люди относятся к богу как к инстанции, которая может подать, выдать, предоставить, дать, неспослать. Это все полная чепуха. У меня нет такого отношения к богу. Это не сберкасса, это не пункт взаимопомощи, это не место, где раздают бесплатный суд. Поэтому я и говорил, что мы говорим о каких-то очень высоких. Для меня бог, еще раз, это высшее, непознаваемое, но может быть только ощущаемое и то моментами, логика жизни. Железное, неумолимое. Скажи, пожалуйста, с этой точки зрения у твоей жизни есть предназначение? Безусловно. Оно существовало? Да. И я его понял. Теперь-то я это понимаю. И кто-то или что-то это понимал. Да. Совершенно точно. Более того, я могу тебе сказать, что такое вообще поэт. Когда некой интонацией, божьей волей надо явиться на земле, для этой интонации подбирается вот этот человек. Понятно. Да. Значит, те уровни, о которых Юра считает, ты начал говорить, они действительно гораздо ниже того, о чем мы говорили всю дорогу. Но я бы два слова о них сказал. Вот об этих… У нас уже была однажды тема подкаста. Да нет. Можно ли рисовать карикатуры на Всевышнем? Да. И была известная тема. Да, да, да. Я, честно сказать, после этого довольно много на эту тему размышлял. Лично я. И я пришел к выводу, что можно. Объясню почему. Потому что при всей неполиткорректности и прочее, прочее. Потому что для меня институт церкви, религии, он точно такой же, как кружок юных натуралистов, кружок пожилых пожарников. Он лично для меня ничем не отличается. Это очень важный момент. Ничем не отличается. Он такая же, просто гораздо более большая, гигантская, гигантский кружок по интересам. Но по таким интересам. А те кружки помельче. И, собственно говоря, я, как человек, не принадлежащий ни к одному из этих кружков, в частности, к этому, могу делать, водить рукой, рисовать все, что я хочу. То, что это кого-то обижает. Саша, ты знаешь, я буквально вклинись. Потому что ты говоришь, а кто сказал, что иконы, которые пишут всякие иконописцы, не карикатуры? Ну, я даже не говорю об этом. Ты прав. Ты прав. С чего они взяли, что он именно так выглядит? Да. Например. Ну, понимаешь, там как бы нет злобов мыслей. А в этом есть заведомо как бы... У многих какого злого мысла тоже нет, который все карикатуры. Ну, ребят, вот знаете, что я хочу сказать? Вот, значит, почему можно рисовать карикатуры на Бога? Потому что мы никогда не рисуем карикатуру на Бога. Мы рисуем карикатуру на отношении людей к Богу. Да, именно так. Хорошо. Если люди этого не понимают, это их проблемы. Хорошо. Глубокие. Хорошо. Просто мы говорили... Конечно, можно! Он позвонил нашему позже, я помню, что все же не надо этого делать, потому что... Не надо этого делать! Не нужно обижать людей! Да. Не нужно обижать людей! Из этих Comerña-мужак людей! Из этих sobrezo聞. Именно людей! Потому и poco-то говорится по барабану! Да! Ну, людей не нужно обижать. В моей трактовке не конкурс по барабану. Так что, да? Не будем это говорить. Просто людей... Ну, людей не нужно обижать. Ну, верят люди. А почему, собственно говоря? А я тебе объясню. А эти люди меня обижают чем-то другим! И что? А, вот я тебе объясню. Из того, что человек-дурак, не вытекает, что его можно посылать на три буквы. Вся сложность заключается в том, что к дураку надо относиться так же уважительно, как к умному человеку. По одной простой причине. Посылая дурака на три буквы, ты унижаешь себя. Не ради него, ради себя. Вызывая в ком-то чувство обиды, ты ставишь себя в неловкое положение, не его. Юра, кого считать дураком? Да, Бог кого ты считаешь? Нет, нет, я тебе скажу. Человек, который думает, что Бог, это мужик, сидящий на облахе, посыпающий сверху деньги, здоровье. Юра, в любом случае, этих верующих, о которых мы говорили, кого не нужно обижать, я не считаю дураками. Я дураками не считаю. Я считаю дураками вообще совершенно других людей. Хорошо, окей, ты их не считаешь. Ну, хорошо. Это не они. А кто они? Разве они не ограничены умом? Ну, сам-то ты, ну, ну, вот сам-то ты себе, вот, как вот, вот, видишь, это же на самом деле, это страшно. Нет, среди них, среди них есть очень неглупые люди. И аналитики, которые дуриваются. Нет, 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 истинно верующие есть, среди верующих есть. Которые представят себе мужика, как сберкассу? Ну, там можно написать ордер и снять бабло? Да нет там никаких умных людей. Это либо придуривающиеся политики. Там есть разные люди, там есть в том числе и ученые эти самые, и все-все проще, проще, проще. Люди, обладающие интеллектом, не занимаются антропоморфизацией Бога. Ты не прав, знаешь, в чем? Потому что человек может быть в чем-то очень умным, в чем-то очень примитивным. Хорошо, оставим слово ум, интеллект. Есть слово интеллект? Мы все понимаем, о чем идет речь. Интеллект – это способность воспринимать информацию, анализировать ее. Ну, подожди, Андрюша, ну что, ну, хорошо, оставим это. Да-да-да, потому что… Мы куда-то ушли? Да. Оставим это. Я думал, что надо вообще после него закрепляться, у нас уже безобразно распухло нашу передачу. Это три подкаста, да? Да это буквально три, он отделал трех серий. Хорошо ведь? Ну, я не знаю. Ну, а что? Всем, кроме Андрея. А что тебе плохо? Да мне, первая серия, вторая серия. А мне по барабану. Ну, я прежде всего сделал 20 минут, все остальное выкинуло нафиг. Нет, все остальное продаст на пенсию. Да-да-да, добавлять, волей Божьей. Волей Божьей. Ну, хорошо, без всякой воли Божьей. Да, без всякой. Спасибо, что вы все это выдержали. Вот именно, да, извините нас, меня в частности. И вот мы… И вот мы и выжим. Да-да-да. Музыка Музыка Субтитры создавал DimaTorzok